всем доброго времени суток дамы и господа меня зовут алексеева на канале турка мы продолжаем прохождение total war отила за фракцию гунов что ж мы наконец-таки уничтожили этих сепаратистов здесь еще мы добили их вот как раз таки народа отступающим а мы здесь сантами воевали точно их как раз таки харатон добил последнюю армию бегающие у нас грядет война с аланами свою очередь оптарх сейчас будет нападать на абазге но не сейчас а со следующего хода как только он достроит поселение его благосостояние улучшится и мы там поимеем побольше немножко денежек с его разграбления пока мы просто грабим его границы его земли и тому подобное в свою очередь куредак наш вождь начал военную кампанию против аксума да да и будет направляться к его столице по пути уничтожая его поселение похорос и бери нику а дальше и доберется да вот этих двух городов как они там называются вот это как раз аксум нет адулес и да и аксум и вот туда он и отправится вглубь далеко 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 на юг чтобы там никто не не достал не застал в свою очередь он там сможет мне кажется завершить свой поход сколько ему уже годиков то 52 года и сменит его там другой полководец и отправиться уже на другие земли возможно бледа займет его место либо же кородак наш римский мальчишка возглавит войско гунов и начнет развяжет войну с восточными государствами у нас после вот этих вот битв в прошлом в прошлой серии появилась куча новых окружения да то есть куредак вот получил у нас контаса урон ближним бою от конницы бою дух конницы но это так себе плюмаш из перьев также ему был доступен общественный порядок 10 от военного присутствия плюс скорость технологии исследований для военных технологий это хорошо и он же получил еще барберскую распутницу как спутницу у меня сил нет неутомимая ненасытная женщина доспехи плюс два для отряда полководца так в ближнем бою для отряда полководца и боевой дух для отряда полководца это тоже особо мне не надо мне вот важно было вот этот плюмаш из перьев я его отдал по моему как раз таки куру кородаку нет не кородаку бледи да вот он плюмаш из перьев и ему еще дал разряженный мужа мужелозец или как как-то так что ты так прочитал быстренько мужеложец мужеложец да вот чтобы немножко увеличить скорость нашего исследования технологии тому подобное свою очередь у меня была еще такая вещь в в окружении как трапезное блюдо что снижает не стоимость содержания для пехоты ближнего боя я посмотрел что самая принципе большая армия пехоты ближнего боя находится как раз таки у мунзука и ему будет в принципе в самый раз эти вещи у него правда копейщики гунов это не не степные копейщики они чуть дороже стоит но все же плюс у него еще один не наймитый есть еще один отряд в запасе мы возьмем еще одного степного воина сюда и тем самым сократим в принципе содержание на 10 процентов то есть на 20 одну монетку с каждого солдата примерно здесь на 12 монет мелочь но приятно все-таки это важно когда ты следишь в орде за благосостоянием финансового своего и у нас руга сановник еще есть до который не дошел еще до икония дошел только репел благополучно там что-то он сделал наверное подстрекательство я уже не помню но он ранг получил мы отправимся вот сюда вот ближе к армении тоже сановником этим у него что у него а ну он как раз таки вот он подстрекатель а этот у нас налоговик да по моему даст а это скорость исследования далее налоговика мы по моему удалили потому что он был не очень здесь тоже правда дурная кровь авторитет и хитрость минусы но хитрость минус 1 считайте непреклонный дает одно рвение то есть по большому счету мы получаем только одно рвение минус одну хитрость и минус 1 авторитет из-за дурной крови это не очень хорошо но зато скорость исследования увеличивает еще на 10 процентов мы его оставим он у нас будет заниматься этими вещами что ж теперь можно уже и закончить наверное ход и расскажу сейчас немножко у такого автоп чека на момент записи этой серии это я записываю в субботу 12 марта до когда зашел steam был приятно удивлен что на все игры сеги этого издателя были скидочки очень хорошие и я приобрел себе практически все дополнения денежек свободных на карте не очень много было в общем я приобрел все дополнения кроме славянских фракций как раз таки вот с теми которыми мы воюем в большой компании то есть я приобрел еще две дополнительные компании со скидочкой 75 процентов и 50 процентов последнего римляна и карла вери великого плюс еще по моему пак на пустынные фракции которые тоже можно использовать в большой компании и потратил совсем чуть-чуть там в районе где-то наверно 300 что ли рублей за все за это и даже немножко поиграл в последнего римляна мне очень понравилась компания там за флавия велисария когда он может ходить там и отвоевывать обратно земли это экспедиция он тоже путешествует как орда как экспедиция и может отвоевывать города отдавая их своему императору римскому либо становясь сепаратистом возглавить новое государство и превратить его в империю я бы очень хотел поиграть но наверное уже только после прохождения непосредственно этой компании мы увидим прохождение флавия велисария что ж хумли разоблачен все наши агенты были разоблачены аксум аксум по моему аксума все кому не лень только разоблачили италия 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 хумли и аксума разоблачили где-то они находятся а ну я просто здесь гуляю что он вам не досаждаю я их отправлял вот сюда вот рим сейчас находится под ос готском ос готском царством царство с готов сдал позиции наш бывший бывший но не бывший нынешний друг как западная римская империя у него региона потихонечку теряется он теряет свои свой контроль потому что сменился храстки правитель симпрония а горе крис по теперь возглавляет агрессивный изменчивый терпим чужим религиям и ненавидит враждебность эти самые государства но наше отношение с ним по-прежнему хорошие правда он воюет с полусветом так хумли у нас двигался как раз таки к антам я бы хотел сейчас посмотреть если тут у аланов какие-нибудь войска нет нету можно прям принципе начать грабить сертику тремонтий маркиаполь и двигаться вот сюда вот аланские аланов дальше разграблять разграбить день будь мы точно встретим эту армию боюсь что у нас авторная нарвется на это на все и коней что ж а ну не намного увеличилось благосостояние хотя второго уровня селения колодец и разрушенная постройка он тут восстанавливает свои дела давайте мы тогда это уже качать смысла нет он может воодушевить армию пока у меня нету воина он нам до скорости следования ну и вдохновит нашу армию пускает наверно этим занимается поддержку сделаем так а ну вот вот аланская аланская армия это флот на таланский флот он не особо опасен я не двигаюсь по землям по морю потому что орда ходит только по земле давай тогда с тебя и начнем вред поселению 60 процентов очень хороший шанс получаем мы уровень ругой и делаем еще подстрекательство выше и предательство чужой персонаж подрыв безопасности убеждения подожди подожди радикальный подстрекательство минус 6 общественного порядка риторика проповедь регули и вот еще вот так вот подстрекательство еще минус 5 общем общественный порядок будет очень сильно уменьшаться когда он будет вселение подстрекать кто или иной вещи плюсом умный хитрость дает но рвение у него шанс от того что его убьет буражки соблюдать очень низкий что ж надо сейчас проверить с кем аланы воюют с кем союзничают союзничают восточными римскими сепаратистами но они уже практически уничтожили них остался только флот у них как раз таки да нету городов так что вы мне не страшны у нас с ними не очень хорошие отношения поэтому рано или поздно они на нас нападут либо чего-нибудь такое сделают торгуют они с вестготами вестготы по отношению к нам ну потихонечку ухудшается так как мы наверное вот переход границ с аланами переход границ с вестготами то есть из-за этого но по большому счету в принципе пока неплохие у них военный союз даки с осготами но вот все воюют западно римской империи ничего страшного с год и потерпите мы будем грабить аланов штрафа штрафы с другими государствами не получим только плюсы к западно римской империи и кто нухи кто ну хидом мы еще кстати получим отличный бонус у нас как раз таки с ними отношения тоже потихонечку падают потому что война с восточной римской империи закончена а вот набивать силу уже пока некуда у меня кстати рейтинг силы больше чем у меня ну да бог с ними да я думаю пора сейчас посмотрим что в сердике гарнизона одна лошадка аланская знать это военачальник видимо то да это губернатор сидит перестраивать он будет два хода благосостояние шикарное поэтому нужно не терять момента объявить войну аланом да эти не так воюю уже объявляем войну и берем васаду город так одно плохо одно плохо что вон-то аланская армия который она там флот точно чего плохо и потихонечку мунзуком да у нас же хорошие бафы на разграбление да в принципе неплохие вот кстати сколько он теперь платит сто восемь шесть было двести двенадцать по моему стало сто семь шесть было сто двадцать стало сто три мне еще больше сократили налог так маркио наполь как у тебя там благосостояние ну отлично давай там город правда немножко разрушен его никак не может алана отстроить но и пес с ним он раньше принадлежал риму вот 959 монет мы грабим его и на этом же ходу я сказал на этом же ходу мы три монти сейчас разграбим сейчас секундочку подожди три монти золотая шахта дом вождя стадо коз и торт здесь уже будут да небольшое сопротивление мы встретим но мы разграбим сейчас и его ремонтей я точно ночную атаку мы не будем делать что тут у нас стрелки и пехота сбалансированы не дать даже соборонительного надеюсь военачальник не пострадает нет потихонечку все-таки военачальник страдает ну да ладно и ты еще 1000 монет мы получаем так как у тебя там сплоченность падает в этой армии надо немножко там поднабрать войск так давай немного отступим сейчас мы это разрушать не будем начнем все по порядочку тогда абазги я не знаю что в анкире могут и напасть но мы все таки абазги и коней сразу здесь гарнизон появился нет я наверно все таки стану в состоянии орды и до найму тебе тоже воинов давай еще конных лучников у нас будешь конный парень конный парень оптар у тебя бафы на конницу есть какая-нибудь стоимость что вождей я что не тому дал что ли оптар а у тебя тоже трапезное блюдо есть блин но у тебя нету в лагере атака в ближнем бою полководца тебе тогда нужно поменять вот эту на урон наверно конница в ближнем бою я так думаю в ночных битвах скорость передвижения урон ближнем бою конницы боевой дух для конницы до контаса возьмем тебе а как раз таки кто у нас еще там ходит с пехотой ближнего боя наверно вот как раз харатону у харатона только урон ближнем бою от конницы вот тебе мы возьмем трапезное блюдо во вообще великолепно по моему шикарно то что нужно то что нужно так ну и остался куридак отправляется он дальше сюда как бы так тебе пройти надо идти по дороге давай вот сюда и потихонечку восстанавливаем войска в конце хода 20 из 20 лучника можно улучшить кстати степные кон но на степных конных лучников можно лучше давайте попробуем вот такие теперь ребята у них ближний бой конечно хорошим правда урона никакого не хорошая скорость принципе как и у конных стрелков гунов но есть еще ускоренный ритм но этот самый стремительное наступление да то есть нам скорость 50 процентов можно убегать от лошадей и расстреливать его здоровье увеличивается брони никакой 26 боеприпасов по отношению к этим 25 да и стоят они дороже у них здоровья только больше не особо они конечно крутые поэтому давай к наверно не так сделаем мы тогда этих лучников выгоним отсюда наймем тебе более-менее нормальных ребят так это у тебя степные копейщики да пеший отряд степные воины вот давай раз те пеший отряд есть можно нанять а это топорники на 4 такой армия есть степные пикинеры можно конный отряд гунов нанять 166 на этому подпратим конный отряд мне меньше нравится нежели вот степные налетчики хотя ближний бой у них конечно колоссальный они очень хорошо воюют в ближнем бою у них брони нету но здоровье хорошее и за урод с нарядами у этих вот покруче будет ну даже не знаю но эти дороже ну да они поэтому и лучше они дороже в стоимости давай тогда их использовать как пушечное мясо наверное да то есть то что будут это очень легкая конница у них хорошая скорость они могут быстренько перемещаться у них есть построение ромбом что даст урон при натиске интересно интересно это то что мы технологии изучили как раз таки да вот это вот перемещение карты развитие конницы мы узнали это мы еще больше скорость перемещения и вот краски конный отряд конные степники заменяет и степных стрелков степные конные лучники так это все здорово средние осадные машины боспарская пехота заменяет боспарских воинов всадники гунов заменяет конный отряд гунов вот вот эти вот ребята сильное очень усиление натиска атака при стрельбе урон от выстрелов позволяет нанимать степных конных лучников 10 ходов на это на все нужно все таки наверное двигаться вот сюда вот богатство производства богатство земледелия богатство торговли в общей сложности плюс 3 от запаса давай наверное организованный угон скота 127 процентов 120 нормально нормально и ты как раз еще строишь вот эти вещи так не тебе все равно кого-то нужно нанять 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 топорники чем могут топорники могут дать залп первым выстрелом и они почему-то круче выглядит чем пеший отряд гунов да что них броня выше защита выше урон выше точнее ближний бой выше но урон чуть поменьше но без ближнего боя урон тоже но это слишком дорого давай тогда мы все-таки возьмем три отряда конных конный отряд гунов он будет использоваться у нас именно вот для вот этого можно конечно его переобучить вот в этих ребят но это тоже слишком много денег тратит мне мне еще надо соорудить три армии допустим оптара армия еще не нанято да вот ты как раз таки нанимаешь этих ребят по 285 монет каждый причем причем так и построить ты можешь стать мастерскую юрт давай наверно коптильня 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 слушай по два отряда нанимаешь вот до коптильня хватает подожди 4750 не хватает так 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 здесь только копейщики да только копейщики тебя нету юрты воинов ты у нас армия не воюющая ты скорее такая добывающая на ну ладно тогда строим мастерскую юрт нам на 2 увеличит убо на 3 увеличила лучше пусть на два сплоченных упадет давай так и все-таки надо нанять прямо пару отрядов 10 давай наверно 166 вот этих еще еще ой еще два отряда вот этих ребят нами надо так вы ребятки у нас все хорошо харатон харатону надо бы армию тоже поднанять такие бомжи остались одни нужно улучшать свою силу мощи тому подобное 1814 вход потому что у меня только одна полноценная армия ну две на было три надо усиливать свою мощь давай конец хода ты у нас ходил доходил заканчиваем ход наверное да смотреть что у нас тут в политике так аптар ты у кого учишься у мундука ты у оптара до бледа они у нас как раз воюют а ты как раз таки а ты у куридака а ты у харатона вообще все великолепно у нас все госдеятели обучаются и все армии у нас большому счету задействованы 9 лет отеля скоро отпразднуем десятилетие его через два хода так сплоченность мы увеличим а вот как раз таки про аланов я и говорил но мы сейчас отступим есть тут армия две армии есть сарматские катафракты тут без шансов тут и полководец сильный он тоже кстати конник можно было как-то под расстрелять это все но конницы много эти вот фракийские воины наемные просто ужас какой-то отступим надеюсь не догонит или догонит черт помню догонит мы сейчас по моему армию потеряем до придется сражаться и походу оптару будет кранты ладно попробуем отбиться как-нибудь как-нибудь нужно отбиться нам сейчас будем выманивать их кавалерию на наши на наших копейщиков да чувствую мне сейчас тут люляндрита да навешают ядрить мадрить но мы будем сражаться как достойные воины гуны известны своей стрельбой из лука еще лошадьми они можно сказать проводят жизнь в седле проводит же седле так местность очень паршивая поля эти поля нам будет замедлять передвижение нашей конницы нужно как-то в лесу тоже не очень удобно единственная полянка в общем надо как-то вот сюда вот стягивать вражескую конницу и может быть что-нибудь из этого получится ладно двигаемся туда вот таким строем и пламенный выстрел дадим ой что-то у меня их и кота началась это наверно от страха что тебе тут помешало в расстановке все хорошо так так и давай сразу непроницаемые щиты не знаю ну как таким ромбиком построимся так чтобы если вдруг напала кавалерия на нас она не смогла до генерала дайте если вдруг там не слежу за эти давай вперед сражение сейчас будем вот сюда вот нам выводить их так они отходят назад видимо ждут подкрепление свое да так стоп пока что мы не в зоне поражения у них потребление будет нам чем развлечься и где где их подкрепление я не вижу их подкрепление давай сюда двигаемся двигаемся давай нам нужно кавалерию их их кавалере кавалерию на себя вытянуть пока что они перестраиваются можно их пострелять немного давай вот все кавалерия пошла отходим отходим будет сюда ждем отлично да ничего нас не оставила удача так они отступают опять а теперь идут перейдут непонятно что они делают они вроде идут и вроде сразу сразу же отступают в отличный залп давай по вот этим ребята и теперь назад у вас хорошая скорость поэтому должны сейчас этих сарматских катафрактов перестрелять хорошо хорошо клад кладут лошадей сейчас минус один отряд будет отлично минус один отряд кого фрактов так тут чуть-чуть осталось сколько же тут так минус один отряд все прекратить стрельбу будем экономить боеприпасы у нас их не так не так уж много так тут прачники вот до сюда можно добежать давай добегай тогда сюда сейчас еще одну кавалерию сарматских катафрактов нанесем удар двигаются отлично пока не двигаются можно напасть выстрел один залп и на разворот построились о и еще одна конница пошла за нами вы сможете стрелять задним и назад назад давай давай а то что то вот эти вот алландские конные воины слишком быстро бегают в горочку в горочку а я же вам в стрельбу без приказа отменил ядрит мадрид как я так посмел то вот так вот вот так вот ай-яй-яй зря нажал давай убегай 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 отлично отличненько 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 алландских этих гадов расстрелять все они сейчас убегут отлично отступаю теперь вот на вот этих напасть замечательно это кто такие сарматские конные застрельщики ох дали все-таки залп но вроде не очень много убили стоп ты-то куда пошел назад давай так еще минус одна кавалерия куда ты мать твою пошел вот так вот встань и в стену щитов так три отряда унесли осталось о кстати мы тут немного и лучников германских побили так где генерал вон он генерал давайте тогда сейчас попробуем и и генерала еще задушить теперь точно стрельбу отменить но надо быть не забывать про это двигаемся сюда построились формацию прикольно они стоят такие прям щиты подняты ой кто-то по нам стреляет а вот теперь стрельбу давай где генерал вот он генерал мне нужно его уничтожить двигаемся отличненько сарматские конные застрельщики тут только мечники на подходе черт придется застрельщиков еще по уничтожать ну-ка можете залп дать ныне не в них вот них вот 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 отлично отлично жгите их просто напасть отогнать просто отогнать и уничтожить генерала ах ты гады какие блин эти конные застрельщики они действительно очень страшные давай в ближнем бою от вас толку уже нету убить генерала великолепно это кто тоже оландская знать ни хрена просто не осталось от отряда расстреливаем вот этих последним залпом начинают паниковать это хорошо генерал погиб выстрел вот вот отстегнуть их отстегнуть нафиг пошли отсюда все замечательно сколько там еще отрядов конницы оландская знать и сарманский но все снаряды кончились но мы в принципе справились почти что со всей кавалерией и все в панике давайте кто остался свистящий выстрел свистящий выстрел вы ребятки уже отстрелялись напасть убить о отлично все равно добивайте отлично вот сюда залп разочек мне нужно их приглушить отлично отлично разбегаются так разбираем разбираем армию отходим все патроны кончились это плохо пошли они в атаку на нас так ребятки младцы младцы все хорошо разбирайте пока вот этих воинов вы назад это кто сарманский боевой отряд это мне не очень нравится сейчас даст залп отступаем там оландская знать так надо разбирать тогда сейчас потихонечку тогда вот эту вот гадость так надеюсь вы тут немножко справитесь пока они бегут еще катафракты есть а они здесь неплохо так двигаются еще мы тут по переубиваемых немного сколько там 34 я тронин добивайте их ребятки время пока есть вот вроде тут под развернулись они это хорошо там больше просто месиво тут просто месиво и не знаю что тут делать если он залп даст сарманский боевой отряд то в принципе я не знаю даже там помог уже будет своим нежели моим а вот это плохо это катафракты мне нужно больше конников чтобы они напали на этих катафрактов разбили их вы пока разбирайте здесь во 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 по своим блин дает дал выстрел главное не потерять сейчас кавалерия не знаю вот этих мечников не смогу разобрать Разбираем катафракты И двигаемся во фланг назад Вот этим ребятам Катафракты очень сильные В ближнем бою Мне их наверное не победить Но они потрясены У них обход в фланг Паникуют Нет не паникуют Отлично Отходим Я же сказал вам сюда Ох тяжело вам тяжело Ближний бой конечно не очень сильный Но урон в ближнем бою хороший У них видимо защита хорошая В ближнем бою Мне надо чтобы кто то обошел от фланга Давай бутвы И в спину Воу 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 Генерал Генерал Тут Я не знаю Надо сейчас Стараться Защиту в ближнем Поднять Все вы там Справились Ох ты черт Да С катафрактами справились Уходим назад Сюда Ой 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 Мечники разбирают нас Надо еще одного генерала убить Попытаться Попытаться убедить генерала Сарманс Уверенные они Кто вас там Да и бегом сюда Я же вам сказал Стянулись они тут Бой Генерал У тебя скорость не такая большая В лес Уходим в лес Ох как они растягивают нас Сейчас мы главное стянуть Воу Отлично конница Помогай Форвордс Убить Сражайтесь Холландскую знать Разобрать Есть Потихонечку умирают Если этого генерала убьем То я думаю Разбежится армия Хотя хрена узнает У меня тоже потери большие Мораль уже Я не знаю Ой на единичку Во Во Давай 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 Дожимай Отлично Разбиты Блин я не знаю Как этих тюкер разбирать Так надо отдохнуть Это точно Давайте добьем Сейчас вот этих ребят Ух ты ж Емоё Четыре Пять Шесть Семь Семь отрядов Мечников У нас в свою очередь Ни хрена Никого не осталось Они Ну они все свежие У них активные Не уставшие Но очень потрясены Мораль подснижена Немного Так Кто там еще Вот этих Сейчас еще добьем Ой Дори 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 Давай Вот этих добьем Ты Че Кто там дрогнул Кто посмел Вот этих Решение Решение Сюда И сюда Сейчас попробуем Эти первые два Отряда Разобрать Ох 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 Так Теперь Блин У меня Потрясение Полководис Нападаем На один Отряд Разбиваем Разбиваем потихонечку Он застрельщик Вот 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 Хорошо Пока они там стоят Втыкают Отходим Отходим Минус один Отряд Ждем Сейчас Надо Оттянуть На себя Немного Тут Я даже Не знаю Надо Генерал Оставить Кто тут Самый Большой Мораль 23 22 23 17 То есть Ну По идее Как бы Ты Наверное Да Надеюсь Не запаникуешь Черт Нас Отжимают Давайте Тогда Вот сюда Вот Сейчас Заворачиваем Вот сюда Заворачиваем Надо Как-то Чтоб Один Отряд Какой-то Отступил Ну Так Более Менее И Желательно Чтоб Это Был Отряд Все равно Они Пытаются Полностью Напасть Да Так Ну Вот Эти Вот Сарматский Отряд Больше Всего Страшны У них Есть Залпы Давай Тогда Вы Сюда Вы Сюда Тихо Тихо Ну Что Вы Паникуете Ребят Все Хорошо Будет 5 Морали Какой Отчаялись Сражаться Она На Генерала Отвлекайтесь Вот Вот Отвлекайтесь На Генерала Отлично Отлично Генерал Отводи На Себе Армию Во Вроде Один Потерявшийся Остался Давай Разбить Разбить Слангов Разбить Вот Так Вот Так Вот Так Вот Так Вот Так Колеблется Мои Тоже Колеблется Но Блин Только Не Бежите Только Блин Все Да Они Тоже 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 Потрясены Генерал Походу Очень Уставший Истощен Да Не Получится Блин Не добили Не добили Разбежалась Кавалерия Нас 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 Мало Просто У них Мораль Мораль Повысилась Хоть Хоть У тебя Морали 11 Но Тут Еще 5 Отрядов Так Вроде Все Неплохо Начиналось Но Стрелы Кончились И Мы Погибли Они Тоже Потрясены Ну Так А Что Делать Интересно Мне Просто Интересно Какие Вещи Мы Сейчас Получим Если Спешимся 46 Ближний Урон Ближним Урон От Натиска Защита Ближним А Если Спешится Урон От Натиска А И Сразу Мораль Закончилась Подняли В Лошади Все Героическое Поражение Аптар Эх Эх Героическое Поражение Черт Побери Так Конечно Как раз Таки Вот Мелкие Воина Мы Вот Разбили Мощно Блин Сколько Н�� Куда Настигали Нас Это Триндец Просто 1200 Сугубили Да Да, ну и ты уже не уйдешь, мы и сановника потеряем сейчас. Для них это было страшно. Один отряд стихных копейщиков остался. Да, мы сохранили Орду, но потеряли военачальника. Если бы военачальник хотя бы убежал, но он не сдавался до последнего на Шаптар. Ах, обидка, обидка, обидка. Просто бился до последнего. Убили двух генералов, но все-таки поражение. Первое поражение. Оно всегда обидно. Не разбежались. Еще что генерал-то не убежал. Я даже спешно, надо было оставлять спешным, тогда быстрее бы паника у тебя была. У тебя там мораль очень сильно упала из-за того. И, возможно, ты бы сбежал бы с поля боя и выжил бы. Но не получилось. Не получилось. Вот знал же, что тебе будет здесь плохо. Черт с ним. Мы сейчас, конечно же, им отступим. И накажем Иланов за такую дерзость. Так, ну что, наверное, кто у нас одержимый властью? Личные изменения и Тиша. Откуда? Нет, это... Бледа. А, ну он как раз учился у Аптара, и поэтому может возглавить армию, да? Ну тогда Бледа, да. На то, что вот эти вот ребята, это не из нашей семьи. Организатор, сплоченность. Аптар, смерть в бою, грядущая буря. Наш доблестный командир пал в бою. Почтим его память. Однозначно почти. Он убил Фарнарнаса. Фарнарнаса, да. Четвертого ранга. Утуа убил третьего ранга. Фракция уничтожена. Восток была. Опять не мной. И Армению успели когда-то уже убить. Подожди, а кто же Армению там наказал? Танухиды. Нет, вру, Пальмира. Пальмира. Антропотена сюда идет. Тут еще и Сосаниды тоже двигаются. Ох-ох-ох. Так, окей. Навык скорости следования. Общественный порядок. Гражданские технологии. Давай, что у тебя есть такого посерьезнее? Урон ближним бою. Урон ближним бою. На скорости перемещения ничего, да? Конницы давай урон. Скорость исследования гражданских технологий тебе уже не нужна. Давай, бледа, будешь с империями Востока, как по неспешной рвения, заносчивой верность. Ну, пять верность, в принципе, нормальная личная верность, довольно-таки неплохая. Общественный порядок тебе тогда тоже нужен. Доспех конницы, тренировка. Нет, 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 нет. Перемещение, вот. Да. Вот с такими империями Востока ты и будешь сражаться. У тебя будет, наверное, только одна кавалерия. Давайте. Тебе этот уже не поможет, дядька? Дядька не поможет. Уходи им в марш и вот сюда вот чеши. Чеши, что есть сил. Так, вы можете как-нибудь предотвратить? Не можете. Давай тогда, говорит, поселение. Продолжай. Блин, как дорого ты стоишь твои действия. Че ты сказал? Я подожди. Агенты. Не, не агенты. Готовность к службе. Здесь агенты пострекательства. Упущенная возможность, да. Бледа готовность. Понятно. Все остальные у меня учатся, да. Кстати, тут франк получил рубля, да. Два штуки. Давай тогда. Че мы с тебя делать будем? Тоже на летчика. Боеприпасы. Защита ближней бои. Да, вот. Все-таки надо будет на кавалерию уходить. И у нас жена. Жена, какая жена? Дочка родилась. Так, 115 аж личного влиять. Ужас какой. Атака в ближнем бою для отряда полководца. Хорошая дочка. Можно ее, допустим, поженить на ком-нибудь из этих. Но им нужны очки влияния, чтобы поженить ее. Чтобы поженить. Ну, точнее, дочка не родилась, а 16-летнего возраста достигла. Бледа. Слушай, а допустим, эта дочка может жениться на Бледе? Целью этого действия могут быть только другие члены семьи. А, в смысле, правосмешательство не? То есть, ну, ты сын Мунзука. Она дочь Рубни. Твоего дяди. И ты, ну да, не канает такая. Такая система не канает. У тебя же она нужна будет? Ну, давай ты ее, наверное, сам там кое-как. Может быть, кого-то найдешь. Что тут? Ничего. Общественно. Да, вот тебе тогда, да. Кородаку дадим военной технологии. Так, что у нас произошло? Заключают Танухиды мир с Аланами. Как вы можете. Выше воевали. Битвы, смерти в бою. Потери в окружении. Мы потеряли Золоченная сбруя. Контас. И юная рабыня варваров. Хорошие были, конечно, окружения. Уничтоженные фракции. Восток, Бабабла, набранные отряды. Тоже все хорошо. Так, давай, Сердика. Тут по-прежнему только один военачальник. Грабим. Его. Не-не-не, почему продолжите сам? Пардоньте, я не то нажал. Виноват. Оборонительный. Еще 82 человека потерял. Ну, потому что, наверное, у нас Ады Горды все. Разорить. Ратон-то у нас хороший разоритель. Так, ну, пора, наверное, все-таки улучшать вот этих воинов. Ты, друг. Убирай этого, дядьку. Объединяй. Убирай этого, дядьку. Так, если тебе сейчас... Не, надо сердику. Лесом. И вот эти тоже города. 19. Так, начнем. О, Маркио-Наполь у вас столица, да, Ованов? Окей. Окей, о, здесь тоже вы начальника третьего ранга. Сейчас мы вам пробьем по... Так, что тут можно, в принципе? Можно с нападения дать. Эээ, со сбалансированного режима. 62 потеря. Разорить еще разочек. Сейчас мы вам столицу и всех ваших генералов мощных уничтожили. Полить эти земли. Так, ты-то нам, друг, давай сюда двигайся. Ты сановник здесь. А где наш еще один сановник? Доклады о битвах. Да, мы тут убили еще одного начальника смерти. Все понятно. Потередает ему все-таки. Все это мы почитаем. О, тихо-тихо повышен харатон ранг. Харатон седьмой ранг берет. Доход от разорения. Доход от разорения. Ну, усиление натиска. Рост орды. И потом два уровня бича получишь. Стоимость содержания пехотной армии. У тебя будут пехотники одним. И пехотная будет стоянка. Ты будешь все-таки пехотником. Харатон. 51 год, правда, тебе уже. Не, ну, еще долго будешь мне спешить. Враг варваров. Ты все-таки у нас ворюга. Варварюга, да? Бьешься с варварами. Так, ну, этих пока сейчас удалять не буду. Со следующего хода нужно будет нанимать. А вот этих я, наверное, все-таки переобучу. 899, да. Они все-таки посерьезнее будут. И в ближнем бою, и урон у них есть. И вообще шикарные воины. Так, давай-то на восстановим потери. Не надо-то. Так, степные воины. У вас тоже не надо. Можно копейщиков немножко восстановить, да? Так, ну, пока так оставим. Мало ли что. Мало ли что. Грабитель. Харатон. Это способность, да? Особенность. Да, да, да. Он стал грабителем. От разграбления он будет получать еще больше доход. От грабежей и тому подобное. Да? От отрушения. От грабежей и так далее. Так, как у тебя рост орды? Двоечка. То есть ты можешь... Ну, что ты не можешь? У тебя надо троечка. Нужна троечка. Аксон. Вывеси дальше. Ты медленно передвигаешься. Нахренаси здесь армия. Узгодская. С римлянами тут. Терки у них какие-то непонятные. Возле Рима. Так, Куридак. Куридак, Куридак. Если тебе все их... А, ну неплохо, в принципе. 300. Есть у тебя что-нибудь? Урон в ближнем бою. Бывай дух конницы. Воинственный. Мясник. Хороший боец. Надежный. Враг римлян. Заносчивай. Давай тогда на... Все-таки... Не, оставим, наверное, так вот. Компаса. Доход от налетов. Перемещение по карте. Да, у тебя все, в принципе, неплохо по окружению. Сановник за нами тут выдвинулся. Надо этого избежать. Первым делом у нас, наверное, на очереди... Похуранос. А почему нет? Четыре постройки. Очень довольно-таки сильные постройки. Третье. Ой, много сейчас денежек получим. Много денежек. Это хорошо. Это хорошо. Да, спешные воины на верблюдах. Убить их... Убить соборонительного, наверное, давайте... Нет, со сбалансированного. 197 потеряли там этих воинов. 2000. Это неплохо. Это, можно сказать, даже хорошо. Так, разрушить сразу или пойти на Беренку? Ну, нет, давай тогда разрушай. Да хрен, это поселение. Жги. Жги воюй и тому подобное. Ну, догорело. Нормально. Да что-то... Пеший, пеший. Ну, вот. Все, можешь. Можешь, когда захочешь. И вот этих ребят. Так, если что, да. Оставим их пока что. Потихоньку двигаться будешь. Так, ну что. Нужно завершать ход. Давайте посмотрим, что у нас там по дипломатии поменялось. С кем мы дружим, с кем не дружим. Так, мы воюем теперь с арабскими сепаратистами. Тут Аксом все это принадлежит Аксому. С Ассанидами ухудшается. Что мне нравится? С кем... С Ассанидами... Ну, они только с Римом воюют. Больше им никто не нравится. А я вас никак... Ну, значит, тоже будете разграблены. Рано или поздно. Аран. Ну, с вами пока хорошо. С Пальмирой. Очень дружественно и ухудшается. Потому что им не нравится, что мы с Аксумом боюем, да. Они торгуют с ним, и у них военный союз. Ох, чувствую. Хана будет вот этому всему. Она будет просто в тепелище лежать, как вот эта вот территория. Вот, значит, вот... Кутригуры... О, кстати, Кутригуры Антофта... Уничтожили город. И у Антофта осталась только... Да, осталась одна армия после моей... Моего доблестного нападения. Кстати, Кутригуры с ними воевали. А сейчас воюют только со Склавинами, да. Анто, Склавина. Вот так вот. Это вам... ЦАЦКИ-ПЕЦКИ. Так, где наш... ГУНСКИЙ. С вами... Очень дружественные. В принципе, вам плевать на Аланов. Ну, это и хорошо. Былыша с Алановами воюют только я и ГУНСКИЙ. И восточно-римские сепаратисты, которые мне вообще пофиг. Заброшены. Так, давайте пока у нас тогда еще отношения не сильно ухудшились со всеми. Ну, с вами-то у нас, по-моему, вообще все шикарно. Да, растет, растет. Прям вообще 512. 15 потихоньку растет. О, подожди, брачный союз. Дуилия Флавян. Неверная. Авторитет не на бледе такая римская цаца. Не очень-то хочется мне. Договоры ненападения, шанс умеренный. Принял, что ли? Давай бабки платить тогда. Очень сильная 1300. Да, я не сомневался, что не заплатишь. Пальмира, ну, тут уже потихонечку. Сильная 1000 заплатишь? Не заплатишь. Ну, давай тогда 500. 500 мне. На нужды. Молодца. Аран. Очень сильная. 1300, низко, да? 500 можешь. Ну, у нас просто отношения с тобой не очень такие прям. Там, пока 130, но, да, ну, пятихаточку отстегнул. Кутригура. Договоры ненападений. Все хорошо. Выплаты. Очень сильные. Откуда-то такие бабки-то. Низкие. Что-то сказал, какая честь. Нас ждет такая голора еды, что можно накормить пару армий. Но это после. Сперва нужно поговорить. Давай поговорим на 500 монет. Как ты такой разговор? По-моему, отличный. Афрагиды. Очень сильная. Ну, вот тоже, пятихаточку. Пятьсот. Не более того. Да, молодцы. Гипиды. Вы хоть и бывшие наши данники, но... Пятьсот, вы мне все равно заплатите. Устготы, с вами вроде тоже неплохие отношения. Ну, все, ухудшается, поэтому здесь... Да, они даже 300 мне не дадут. Устготы. О, кот Устготы мне дали. Дакия. Танухиды. Какие же вы все-таки говорливые. Антропотена. Ну, все, тут уже, походу, мне не светит, да. Что мог, то собрал на 13 тысяч. Мне, в принципе, на походы хватит. Конец хода. Восстановить армию. У меня, вот видите, уже минус 161. Даже вот с такой армией. Мы ее подулучшили, конечно. Ага. Пытается догнать и догоняет. Мать твою за ногу. Бледа, отступай дальше. Ну, отступишь он, по идее, не должен догнать. Фулл Бэк. Так, отлично. Они даже разделились. Но этот под защитой флота. А этот просто так. Тут одними тоже наемниками даже мы не выиграем. Надо уходить вот сюда вот, на эту территорию. А шпион сейчас будет пытаться останавливать армию. Сейчас придет Харатон или Актар. Аптар или Актар у него живых остался. Я уж сам не помню. И накостыляет вам гадом таким. Ты тоже не дошел до нас. Это хорошо. Аксум. Это пустынные царства. Пустынные фракции. Такие прямо из себя все. Крутые. Но против гунов вам не справиться. Я очень доволен, что мы не потеряли Орду. Но, конечно, сожалею о том, что мы потеряли достойного полководца. Он обучался у самого Куридака. До седьмого ранга дослужился и погиб. И у меня будут засчитаны поражения в компании. Это печально. Вот что значит неизвестность. У меня не было разведки. Я начал слишком рано, наверное, войну. Я посмотрел, что там, конечно, нету никого. Но не посмотрел, что вот грядущая буря под ударом оказалась. Так, у меня война с Асанидой Соланами превосходна. Пальмира Абзаги. Все его сотропили. А, слушай, Асаниду осталось-то всего два марионеточных государства, получается. Я прав. С Асаниды. С Асаниды. Нет. А почему я не вижу, что Маркан, Мазун и Ария напали? Ну, потому что, наверное, не знаю, где они находятся. Шапур. Вот это вот другое дело. Вот теперь у нас с тобой отличное настроение. Да? Теперь ты не можешь заплатить туда. Очень сильное. Т-400. Тихо. Ну, давай тогда хотя бы 600. Вот это другое дело. Вот что значит война. А, подожди. Так ты воюешь с Пальмирой? С восточно-римскими сепаратистами, там ухидами. И тебе нравится то, что мы военные действия против фаланов совершили на 111 сепаратистами и тому подобное. Слушай, ну, Сусанид, тогда, может быть, мы еще и подружимся с тобой. Я думал, что кранты тебе будет. Так, давай тогда грабим этот город. О, тут у нас флот, а еще погибнет. Погибнет флот черных воинов. Какие у него эти самые ужасные тени. Так, ну, тут можно и со второсчета подраться за этот город. Можно, конечно, и без. Но просто, просто, просто потому что... Маленькая армия тут, ну, как бы прачники. Но их количество, вон, 45, 35, то есть, ну, такое себе. Город не разрушен, отстроен. То есть, ну, можно подспалить их немного моими вот этими конными лучниками гунов, к примеру. А дальше просто разбить, пустить на мясо вот этих ребят. Либо потерять равномерную армию. Давай потеряем равномерную с режима нападения. Нищая никого. Ну, 250, неплохо. Убили прям всех подчистую. Загубили. Разоряем. Мы сейчас разорим, но... Уничтожать сейчас не будем. Я хочу восстановить бойцов. Не хватает восстановить бойцов. Ну, зато ты ранг получил. Великолепно. Просто великолепно. Зона влияния. Эм, вообще то, что нужно. Мясник. Ворок Римля. Вот тебе бы, наверное, с Римс, с восточными государствами дать боевой дух. Но я че-то тупанул. 25. Уволен. Сейчас такие хоп с этого придут. Ребята вот отсюда вот. Откуда-нибудь. И мне наваляют. Да. Мы тогда сейчас здесь восстановим потерянные отряды. Кстати, как у нас по вот этим... Ну, по... 21 всего 11 конных лучников, конные стрелки, лучники, демоны. Не очень много. Ну, это все остальное. Эксетифон мы пока разрушать не будем. Новая фракция Египет. О! Кстати, египтяне. Кстати, Египет. Египет. Можно данников сделать-то. В принципе. У нас с ними... Хоть и враждебные отношения. То, что мы великая держава. Там не приятели культуры. Но у нас вообще мы с ними не встречались. Луций вар порций. Изменшин. И ненавидит враждебные империи. Из-за этого вот великая держава минус 75. Но у тебя смотри с плацдарм какой на освоение территории. Ходи, гуляй. И тому подобное. Регионы. Рейтинг силы у тебя пока маленький. Можно будет подчинить его все-таки. Постараться. Постараться. Так. Мунзук. Ты у нас отправляешься... Вот сюда. А, у тебя 18 отрядов. Давай тогда вот сколько... Нет, так мы переход у нас не прокатит. В общем, до сюда сможем дойти. Вот так вот, чтобы варду встать. Давай. Так, отлично. Восстанавливаем вот этих воинов. Ты у нас имеешь... Да, трапезное блюдо. Значит, ты пехотная армия больше. Набирай тогда вот этих воинов. Ну, два отряда в принципе нормально у нас. Три отряда. Один конный. Отряд гунов. Его можно было бы поменять на степных налетчиков. Ну, ничего страшного. Тут потихонечку сейчас восстановится. А ты займешься как раз разграблением марки Анаполя, да? Ты прям доходишь до него, но я не знаю, кто там. Когда я не знаю, мне становится плохо. Так, давай. Нам нужно помехи совершить. Упустил возможность. Это плохо. Хумли, как-то мог. У тебя, блин, дезинформация такая шикарная. Нерешительный авторитет. Шанс крита на успех. Там, блин. Вот как так-то. Хумли, хумли. Давай-ка, передовой дозор тебе. У тебя есть авторитет на два. Да. Ты у нас критические вещи делаешь такие. Вот, два раза можешь это делать, да? Каким-то образом ты смог это сделать два раза. Интересно. Интересно. Нет, интересно. Так, ну... Так, это что за район? Триморий. А это... Константинополь. Все, двигаемся сюда. Здесь вы сейчас с Харатоном будете восстанавливаться. А наш друг Мунзук пойдет бить Аланцев. Аланцев как можно дальше, как можно больше. Давай тогда. О, тут еще одна армия. С Пальмирой. А, с Баршахаром. Воевала, кстати, победила. А она генералом потерял, да? Ну, хотя-либо я просто не видел. Говорит, поселение, ухрен тебе. Аксун. Ты у нас просто тут по Италии гуляешь. Чтобы толку никакого здесь заброшено. Разграбили, уничтожили кто-то, не знаю кто. Харатон. Ну, давай хотя бы посмотрим, что здесь. Марки Анаполь. А, все, я посмотрел. Да. Давай. Бомби. У тебя доходы от разграбления хорошие, так что давай. С обороны. Польше потерял, чем убил. А он там недостроенный. Не так уж и много ты денег получил. Ну, ты уничтожишь сейчас, Илона. Так, отлично. Отличненько. Встречная фракция. А, вот она, Баршахар. Губератор. Так, хороший атакующий. Куредак. Это особенность. Боевой дух при атаке на суше. И зона влияния полководца при атаке. Вот это вообще просто. Такой ты у нас атакер. Правда, у тебя 6 бойцов там осталось. Ну, ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Новое в окружении. Доктор. Шанс вражеского агента на успех. Минус 5. Срок лечения ран. Минус 1. Новая Зейра. Доход от грубежей. Доход от разорения. Неплохо. Радосский командир прачников. Накопление усталости. Скорость перемещения пехоты дальнего боя. Неплохо, неплохо. Повышенный ранг. Это понятно. Так, все в принципе у нас хорошо. И я этому рад. Мы разграбили уже аж сколько. Ну, разный. Содержите. Не, не, не. Где это? 18 разных поселений. Мы пока что делимся все по тем же поселениям. Но мы укрепляем свои позиции. Дальше пойдем здесь грабить. Не знаю там. Наверное с Пальмирой еще потом войну устроим. А Базгов нужно до конца добить. Не знаю. Гаритунги пока живут. С двумя своими городами. Ну, не страшно. Я дал Гипидам возможность занять эти государства. У нас с ними вроде неплохие отношения. А пока что были еще. В любом случае, всем спасибо. Всем пока.